То, что со мной произошло, полностью оправдало мою веру. Если я сейчас умру, то с уверенностью, что моя вера была не напрасной. И если через смерть раскрываются тайны, я уже получил ответ на вопрос, который привел меня сюда. Во Вселенной есть разумная жизнь, отличная от нашей. Пришельцы здесь, среди нас. И они начали колонизацию. Всех приветствую. Приехали мы снова в эту церковушку с органом, с Ильей. Сейчас еще немного рановато. Без пяти вот сидим, ждем. Приехали без пятнадцати, походили по территории, посмотрели, что тут есть. В общем, хотим посмотреть сами и вам показать, что там внутри вообще интересного. Сразу скажу, времени у меня не было там ковырять эту информацию, что, как и почему. То, что мне Алексей скинул информацию, я в конце ролика добавлю. Вон, какой-то мужик ходит. Почтален. Почтален. Добавлю в конце ролика. Кому интересно, сделаю скриншоты и добавлю. Кому интересно, там, нажимайте паузу, там, читайте, смотрите. Ничего нового я, по крайней мере, не нашел. Это особо, честно говоря, и время не было искать. Потом еще и желание надо, кроме время. Не особо-то и желание есть. Но вот показать внутри, посмотреть самому, что там, почем, и почему, и как. Очень интересно, но никак туда, вовнутрь попасть не могу. Вот сидим, ждем, еще немного подождем. Там по полному разбору, кому интересно, и человек, если ищущий, любознательный, тот сам поищет в гоглях. Название я все равно напишу. Пускай кому надо, тот, как говорится, найдет. Кому не надо, полный расклад, как там пишут иногда. Мог бы разложить по полочкам. Но если у вас есть время, раскладывайте. У меня, к сожалению, столько времени нет. Слышим, в каком красивом месте сидим. Да, место вот тут под Ивой сидим. Отлично, так подстрижена Ива, красиво. Тут Илья, поприветствую всех. Михаила, как всегда, не поймал. Но ничего, может быть, завтра поймаю. Все же попали мы в это сооружение. Вот они, таблички. Кто-то себя решил увековечить на стенах. Хочешь себя, Илья? Хочешь себя увековечить? Да, как я и предполагал, тут, похоже, три этажа было. Ну, гол, как Илья говорит, ему напомнило это трансформаторную будку. Точно, блин. Похоже. А вот и гудящий момент. Да, я у нас тут, похоже, три этажа было. Вот тут была где-то перегородка. И вот там выше еще видно квадратики в стенах. Ё-моё. Ну, я могу только свои ощущения сказать. Не очень приятно, честно говорю. Особенно вот с этой стороны. О, куда я вошел. Вон, прям какая-то вибрация идет. Да, тут как бы здание само очень интересное, скажу так. Такие мощные арки, сводчатые потолки. И все из камня. Песчаник. Ну, где-то кирпич, естественно. И смотри, сколько желающих себя увековечить. Ай-яй-яй. Мания величия или как это назвать? Представляете? Надо иметь желание, чтобы вот тут написали твое имя и еще что-то. это это что за остаток. Илья, я тебя спрашивал, ты не хочешь себя увековечить на стеночке? Зачем? Да всего-то тысяча евро стоит. Я вот тоже так думаю, смысл какой в этом вообще. камень у нас не литье похоже, да? Носа нету? Похоже на литье. Камень, камень. Ну да, похоже на литье. Хотя не факт, конечно. А может быть глина. В принципе. Хотя ну да. 1975 кто-то нацарапал. А я такой иду и Илье говорю, ну на верхней этаже наверное по-любому мы не попадем. Я был прав, да, Илья? На верхней этаже мы не попали. Я не понял. Фотографии говорит только приват можно делать. А в чем смысл? Если какое-то телевидение придет, видео нельзя им будет сделать? Или фотографии? Что-то я их прикола не понял. Ладно, я подпишу по-русски на всякий пожарный. Ну да, да, один он сложенный, остальные стоят раскрытые так называемые меха. Камушков кто-то наложил. тюк-тюму. Ну в общем-то друзья, хотите себя табличку на стеночку приезжайте за 1000 евро вам сделают вот такую вот табличку поставить вот пирамидку с камушков. Место еще есть. Вот как вы видите, вот пустое место. Справа я видел. Ну тут я вижу вон там уже в два ряда. Ну тут рядов можно наделать до самого потолка, я так понимаю. ну если посчитать каждую табличку по 1000 евро, ну раньше я не знаю в марках сколько это стоило, то в принципе неплохой у них сбор, а что куда они деньги эти девают мне интересно. На поддержание этого органа или как? Илья, у тебя мысли есть? Вот смотри, вот эта табличка стоит 1000 евро, да? Ну смотри сколько тут табличек. То есть уже как бы все стены завешены, ты думаешь куда деньги девают? Если не куда там девают Ну явно не на реставрацию этого здания, да? Не знаю Ну как бы надо Тут вот деревянные эти остались колонны Но в принципе все что мы хотели мы посмотрели ничего я тут интересного честно говоря не видел и смысл явно в этом органе какой-то другой А какой это друзья вам решать Думайте сами ищите информацию пытайтесь понять Может быть кто-то из вас поймет что за прикол вот в этом вот вот в этой трансформаторной будки ну как мы выделяем энергию я думаю от охотника все знают уже как защищаться я думаю многие знают от Андрея и от Астрогора так что если что переходите по ссылкам в описании изучайте тему если кто в первый раз ну а что тут стол с брошюрками в принципе все ничего я больше тут интересного и не вижу вон там пару труп я вижу еще стоят в окне или в дверях не знаю что там дверь по-моему была в принципе все пойдем мы дальше вернулись посмотреть вот такие камни везде стоят по углам вон они может сцену какую-то тут ставили но честно говоря тут вроде окна и дверь как-то низко не вписывается что тут было такое вот они везде тут выглядывают вот такие они с той стороны вон и посередине есть видишь и какой их конечно надо может фотографии старые поискать может быть что-то и найдем еще сейчас походим еще посмотрим может что-то еще интересное увидим но тут сверху явно вот так видно что вот в ту сторону арка есть а в эту сторону ее нету и там дальше такая же петрушка там видно арка была в данный момент нету ну как-то так ладно что тут было что тут на сегодняшний день вот это вопрос вот гол вот здесь я стою прямо он меня это колбасит надо уйти отсюда а ну-ка пульку потрогаем не пойму странная какая-то у нее температура не холодная не горячая вибрирует что ли непонятно ну ладно на этом пожалуй все что тут эти колонны как-то тут внизу обрублены или так было задумано изначально с обеих сторон так ладно пошел я вот кстати вот эти трубы мне в комментариях интересную информацию написали они стоят как 23 2 и 3 отдельно ну это так такой комментарий был судить вам похоже это на 23 или нет ну кстати гулта явно у них какой-то есть тоже они тоже издают когда я ухо подношу к трубе то я не знаю он искажается или усиляется сложно сказать но явно какое-то изменение есть например я к этой трубе подходил еще раз сейчас сегодня ветра нету штиль такой жарко на улице сегодня кстати но они сейчас вот сейчас практически практически штиль осад станет меня я ухо подношу а там гул идет вот Илья ну-ка попробовать сюда ухо поднеси поднеси да я же говорю он тот вот эти вот трубы они тот усиливают потом вот эти вот посмотри формы их не то есть она загнута сюда 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 в общем-то тут может быть тоже какой-то смысл заложенный возможно они не просто так вот так и загнуты ну в общем друзья пишите мысли свои вот это то что я увидел и то что вам показал больше в принципе нечего показать вот эти вот трубы на улице стоят квадратные они явно этот сигнал усиливают вот Илья тоже послушал тоже как говорится свидетель еще один что действительно они усиливают вот этот вот гол но у Ильи сразу он подошел говорит такое чувство как будто к трансформаторной будке подошел да не знаю кто-то может это назвать игрой органа для меня это не знаю что пишите свои мысли в комментариях сейчас я добавлю все скриншоты которые мне прислал Алексей спасибо ему большое ну как я уже говорил у меня особо то и время нету где-то что-то там искать в поисках интернета я тоже не очень так скажем силен там такие дебри иногда что-то пойдет а иногда чаще всего ничего не идет и ничего не найдешь в общем на этом пожалуй все всем удачи счастья здоровья пока 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok